Кстати о России. 22 декабря здесь наконец-то стартовал марафон NextGen. Компания ND Videoигры совместно с Nintendo запустили на территории нашей страны игровую систему Nintendo Wii. Официальный старт прошел в торговом комплексе «Европейский» в магазине «Белый ветер». Собственно, ничего особенного здесь увидеть было нельзя. Обычный демонстрационный стенд с консультантами. Геймеров, специально приехавших на события, было немного. Большинство заранее сделали заказы в интернет-магазинах и, если и зашли на мероприятие, то просто поглазеть. Впрочем, были и редкие исключения. Выход с Wii я ждал довольно давно и сразу же, как узнал, что уходят в Россию, приехал в естественное открытие, приобрести первый подход. Пришли сюда пораньше и нам удалось поиграть. Основной же аудиторией были случайные прохожие, которые в цивилизованных странах и становятся основными потребителями игровых систем. И они, как нам казалось, остались довольны. Нашел в магазин покупки, увидел скопление народа возле мониторов. Мы решили подойти, посмотреть. В принципе, очень занимающийся. Нам предложили попробовать. Мы попробовали очень захватывающую вещь. Можно пожелать каждому, особенно в компании, если ты где-то отдыхаешь, можно занять время. Вдруг проходили мимо, тут такая возможность побить свою любимую подругу. Я считаю, что это та игра, которая должна быть на рынке, потому что она, по крайней мере, позволяет не просто бессмысленно сидеть у телевизора, а именно играть и двигаться хотя бы во время игры. Мы очень рады и настолько позитиво появилось. Недовольными остались мы. Трезво понимая, что наша индустрия еще далеко до западной, не можем не отметить полную неквалифицированность в игровых вопросах представителей розничной сети. На просьбу продать нам три V-Moto и одну Nunchaku, сотрудники мало того, что принесли три Chucky и комплект V-Play с V-Moto, так еще и активно пытались убедить нас в своей правоте. Не говоря уже о том, что после того, как народ стал активно покупать игры, Белый Ветер решил поднять цены на них на тысячу рублей. Так что пришедшим на официальный launch системы игрокам приходилось еще и переживать культурный шок от наглости продавцов. Впрочем, здесь ничего не поделать. Наша индустрия все еще в пеленках. И до цивилизованного ретейла с квалифицированными продавцами нам еще жить да жить. Официально систему можно купить в Москве, в Питере, Екатеринбурге, Смоленске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Туле. Рекомендованная цена 9900 рублей. Поддержки русского интерфейса пока нет, но его обещают по весне. Тогда же заработают, как уверяют в новом диске, и российские интернет-сервисы V. Пока же рекомендуют прикидываться англичанами и узнавать погоду в Англии. Так и живем.